Вы как могли заметить, меня нигде нет, ни в каких соцсетях, наверное уже недели три, не в инстаграме, там нигде. У меня в общем жестко ебанула ангина, свалился я прям в кроватку, в постельный режим. И так случилось, что заболел я в Амстердаме. А в Амстердаме я бы не сказал, что обидно болеть, понимаете? И собственно две недели моей болезни, они прошли на кровати, и я просто постоянно жрал вредную еду. Ну потому что в Амстердаме официально продается легально вредная еда. Из-за такого режима я прям жестко залился, там водой нахуй, жира набрал. Ну типа вот сейчас еще более-менее уже, ну нормальный. А когда вернулся, я просто, просто мразь отвратительная была, просто отвратительная, жирная такая хуйня. Я готовлю нового Моргенштерна, короче. Вот, сольете, сука, найду, убью. Я вот, честно говоря, в Дубай, когда переехал, я здесь довольно часто встречаюсь с такими людьми, да, вот. Я могу вот сидеть за столом с несколькими людьми и понимать, что, блядь, я самый нищий вообще лох, блядь, из них. И вот мне вот этого не хватало в Москве на самом деле. То, что вот здесь, вот, челы, которые, ну просто это, это пиздец, да, в каком они в космосе вообще находятся. И это охуенно. Всегда вот стоит окружать себя людьми, которые пизжи тебя. Потому что тебе хочется, блядь, показать им нахуй, зад надрать, зад надрать, блядь, выебать. И окружать себя людьми, которые тебя умнее и пизжи, это охуенная тема вообще. Это очень классно. Я своего ребенка вообще, я своего ребенка в школу общую не отдам. Государственные школы это домики по созданию рабов, не иначе. Вот еще один инсайд. Буду делать свой маркетплейс, будут свои энергтишки. Я такие эксклюзивы придумал, что просто пиздец. Сейчас будет еще один ебанутый эксклюзивчик. Я переехал наконец-то. Эти два месяца в Дубае я жил постоянно в отеле. Это было очень сложно. Сейчас я наконец-то снял дом и хочу вам его показать. Только не сливайте, заебали. Я хочу видос сделать на YouTube потом. И такое, ну типа, чтоб все охуели. Короче, вот это что-то типа Трэп Хаус 2. Вот такое домишко. Мне приехала студия из России, чтобы вы понимали. Это моя студия, на которой я все писал, работал. Вся она приехала сюда. Я ее сейчас буду разбирать. Строить студию. И я хочу устроить кемпинги. Я хочу собрать студию и звать битмейкеров, музыкантов, артистов, сонграйтеров. Всех, короче, вообще. Всех, кто как-то связан с музыкальной индустрией. Кто-то будет оставаться здесь жить. Кто-то просто будет приезжать. И просто сидеть и бесконечно хуярить музло. Поэтому, господа, 22-й год, пизда вам конская вообще по песне. Потому что, чем хорош Дубай, здесь не хуй дел. И у меня нет другого выбора, кроме как просто сделать миллион хитов. Поэтому я собираю студию, туда приезжают ребята, и мы бесконечно сидим и хуярим. Может, если с музыкой не попрет, я тогда сюда привезу пять телок и сделаю свой онлифанс. Как с Россией, спрашивают. Да нормально, все хорошо. Возвращение. Пока не думаю об этом. Пока что мне здесь хорошо. Знаете, что самое охуенное, кроме того, что здесь тепло. Я в эфирах не переношу холод, пиздец, не переношу. Я здесь хожу один без охраны. Представляете? Я гуляю один. Я могу... Это пиздец. Вы не представляете просто, насколько для меня это важно. Потому что последние два года я гулял постоянно с охраной, да? А последний год с четырьмя, блядь. Вот с четырьмя охранниками тебе нужно, чтобы съездить в магазин, понимаете? И заходишь ты в магазин в России, да? И тебя все начинают снимать, бежать, орать. Все там, а-а-а, фотку там, хуёно, нэ-нэ-нэ-нэ. А здесь я один. Никто не доебывается. Все спокойно. Боже, блядь, как охуительно. Вот. Да, я жалуюсь на то, что я популярный и богатый. А что, охуле? Уже было много вопросов, но как у тебя дела? Охуенно. Охуенно. Вот, честно говоря, если не бухать, ебать жизнь крутая. Вот что я понял. Прикиньте, какое открытие я сделал. Я просто в последнее время пил каждый день, наверное. Да, но каждый день где-то полгода, может, так. И это пиздец полный. Только сейчас вот дошло до меня, что без алкоголя, бля, ебать, как крутая жизнь. Настолько голова, настолько голова начинает работать. Это просто пиздец. Поэтому, блядь, жест, пацаны, жест, нахуй, ебаный рот. Совместные проекты с Тоном будут по-любому. Я говорю, меня очень впечатлило, прям, вот, инспарин, да, вдохновило, какие у ребят планы. И что это вообще за блокчейн. Поэтому я с ними надолго. Мне привезли мебель, поэтому я отчаливаю. Сейчас буду собирать студию. Мы только начинаем. Господа. Под моими найками ауди. Вирубаю в первом раунде. Бит на старті, але вже в ауті. Под моими найками ауди.